С высоты птичьего полета от начала и до конца маршрута Бессмертного полка участников будет сопровождать два квадрокоптера. Специально для трансляции шествия нашему телеканалу разрешили полеты в беспилотной зоне центра Казани. Мы укропняемся, работаем в крупности. Последние указания операторам Бессмертного полка из уст главного режиссера. Чтобы трансляция прошла без единой помарки, сегодня прогон сразу со всех точек съемки. Уточняется крупность планов и качество соединения с передвижными телевизионными станциями. В День Победы времени на это не будет. Все в прямом эфире. Картинка должна получиться такая достаточно интересная, потому что в эфире мы будем целый день. И показать хотим все и со всеми особенностями данного действия. Во время трансляции Бессмертного полка будут работать две группы ведущих. Одна на Площади Свободы, другая здесь, на балконе Пирамиды. Уже в стенах культурно-развлекательного комплекса действует продакшн, который будет формировать готовую картинку и отправлять ее на студию ТНВ, где главный режиссер решает, что в итоге попадет на экран телевизора. Сами ведущие уже вовсю изучают сценарий, примеряют эфирные костюмы и не скрывают. День очень ответственный. При этом, по их словам, на 100% быть готовым к прямому эфиру невозможно. На то он и прямой. Второй раз мы уже транслируем Бессмертный полк. Это будет очень большой праздник, это очень большая ответственность. Мы надеемся, что очень много радости нашим телезрителям мы сможем принести в этот день. Чтобы шествие Бессмертного полка смогла видеть вся республика, работают над ней около сотни человек. Трансляция будет вестись одновременно из 20 камер. Они будут сопровождать участников по всему маршруту, а это более двух километров. И в этот день портрет каждого фронтовика и его родственники обязательно попадут на телеэкраны. Слова Тумхамадолин, Марат Зайдолин, ТНВ, Казань.